Привет! Меня зовут Катя Лерина Руа, и сегодня я вам покажу свои новые книжки. Если честно, я не знала, как правильно назвать это видео, потому что книжные покупки это не совсем то, потому что здесь всего одна книжка, которую я сама себе как бы подарила на день рождения. Остальные книжки мне подарила подружка, но она подарок мне собрала как книжный сюрприз, потому что я очень давно хочу поучаствовать в книжном сюрпризе, но из-за моей почты, которая работает с 8 до 2, я физически не могу участвовать. Я в это время или еду на работу, или еще нахожусь на работе. И поэтому она собрала мне вот такой подарок, который мне очень понравился, и который я хочу вам показать. И да, у меня наконец-то новая хорошая камера. Если честно, я вообще не уверена, записывает она сейчас или нет, я очень на это надеюсь. И я очень надеюсь, что я буду в фокусе. И очень странно, что я себя вижу, что какая-то девочка, похожая на меня, повторяет все мои движения. Поэтому если я буду немножко косить в сторону, извините, к этому надо привыкнуть. Итак, вначале я вам покажу книжку, которую я сама себе подарила. И это книжка Натали Радковски «Рисуй каждый день». Это такая вот очень большая и довольно тяжелая книжка. И это, естественно, не художественная литература. Но так как я очень люблю рисовать, и мне очень нравится творчество Натали Радковски, а она профессиональный художник-иллюстратор, у нее всего три книжки, и все три у меня есть. Это последняя. И когда я узнала, что у нее вышла новая книжка, как-то в момент того, что она собирается выйти, я пропустила. Я просто не могла ее не купить. Если честно, у меня есть идея, когда я дочитаю вторую книжку Натали Радковски, прочитаю вот эту, тут текста совсем мало, сделать отдельное видео на эти три книжки и рассказать про них, потому что книжки действительно очень интересные, очень красивые, но, скорее всего, они будут интересны именно тем, кто любит рисовать. Все-таки это литература такой какой-то определенной направленности. И конкретно вот эта книжка рассказывает, а точнее показывает, 365 дней, на протяжении которых Наталья Радковски рисовала. Она ведет свой блог в ЖЖ, и именно там она организовала этот проект «Рисуем каждый день», где любой желающий может рисовать каждый день и делиться другими своим творчеством, и они всегда его поддерживают, дадут какой-то совет. Мне это, если честно, очень нравится, но у меня не получается рисовать каждый день, у меня все равно получается как-то урывками. Но с Натальей Радковски нельзя не согласиться, потому что в любом деле важна именно практика. Советуют рисовать каждый день, если вы хотите научиться это делать, писать каждый день, если вы хотите стать писателем. Ну, собственно, наверное, в любом деле важна тренировка. И эта книжка как бы показывает, дает советы и мотивирует на то, чтобы рисовать каждый день. Это книжка издательства «Манн, Ванов и Фербер». Я очень люблю это издательство, у них всегда очень красивые и качественные книги, но, если честно, они дорогие, хотя они, наверное, и стоят своих денег. Эту книжку явно с собой не потаскаешь, но ее очень интересно рассматривать. Я ее воспринимаю как, наверное, такой альбом для вдохновения, потому что текста здесь довольно мало. Но зато куча красивых картинок. И в этой книжке Наталья Радковская дает советы, рассказывает, как она рисует каждый день. И, если честно, это мотивирует. Хочется тоже взять и начать рисовать каждый день. Хотя это вряд ли, наверное, получится прям вот каждый день рисовать. Это, наверное, очень сложно себя заставить. Вот, посмотрите еще, какие красивые иллюстрации. Не знаю, я просто влюблена в работы Натальи Радковской. Поэтому, если вы любите рисовать, или у вас есть знакомые, которые любят рисовать, любая книжка Натальи Радковской, мне кажется, понравится и пригодится человеку, который любит это делать. И эта книжка будет отличным подарком. Ну, а теперь я покажу подарок моей подружке Наташи, который она мне сделала на день рождения. И собрала она его по теме книжного сюрприза. И, по-моему, темой книжного сюрприза этого месяца были всякие сказки. Точного названия не знаю, потому что я не захожу и не смотрю, потому что мне очень обидно. Мне очень хочется поучаствовать, но у меня пока нет такой возможности. И первое, что мне подарила Наташа, это вот такая вот красивая записная книжка. Я вообще очень люблю всякие блокнотики, особенно если они красивые записные книжечки. А эта книжечка просто потрясающая. Она очень красивая, очень приятная на ощупь. Вот так у нее сделаны странички. И у нее есть закладочка. В общем, она действительно очень классная. Мне она очень нравится. Я обязательно не буду что-нибудь записывать, пока я не придумала, что. Она такая новенькая, и мне пока жалко не писать. Но я обязательно буду это делать. Также Наташа мне подарила фильм «Красавица и чудовище». Я обожаю эту сказку, обожаю диснеевский мультик. Но про этот фильм я не слышала. Я не знала, что вышел этот французский фильм. Вышел он, по-моему, в этом году. Здесь играет Винсан Кассель. Я очень надеюсь, что этот фильм мне понравится, потому что сказка эта очень потрясающая. Я ее действительно очень люблю. И этот фильм я собираюсь посмотреть вот прямо в ближайшие дни. Он у меня, правда, даже еще спечатанный. Я хотела вам сначала все показать, а потом распечатать. И если вы хотите, чтобы я рассказала вам про него, стоит его смотреть или нет, если вы тоже любите сказки, как и я, то напишите мне об этом в комментариях, и я сделаю такое видео. Ну и теперь к самому приятному. Это книжки. Натасик вообще просто сошла с ума. И подарила мне аж целых три книжки. Я безумно рада. Они мне очень понравились. Так что, Наташенька, спасибо тебе большое. И сейчас я вам их покажу. И первая книжка. Это книжка моего обожаемого Нила Геймана. Дым и зеркала. Я уже очень давно смотрела на эту книжку и все хотела себе ее заказать. Но почему-то все время находились книжки, которые я хотела заказать больше. Не знаю почему, но это меня всегда привлекало. Мне очень нравится ее обложка. Она вообще такая в стиле Нила Геймана. И это сборник рассказов Нила Геймана. Я вообще очень люблю читать всякие рассказы. И очень надеюсь, что эта книжка мне понравится, потому что все-таки это великолепный Нил Гейман. И вообще, как он может не понравиться? Как я могу вообще допускать такую мысль? В общем, я очень рада этой книжке. Она очень желанная. И здорово, что она теперь есть в моей коллекции. Ну и последние две книжки, которые мне подарила Наташа. Это книжки Лорен Вайсберг. Дьявол носит Прада и месть носит Прада. Почему ты мигаешь? Ты сейчас закончишь записывать? Перестань мигать. Понимаете, очень тяжело, когда камера умеет тебя. Она что-то делает, а что я не знаю. Поэтому она, видимо, мне намекает, что пора закругляться. В общем, я очень люблю фильм Дьявол носит Прада. Но почему-то я не знала, что есть такая книжка. И вот неожиданно я узнала, и мне очень захотелось прочитать. И я хотела именно вот эти издания. Они сделаны в форме клатчей, сумочек. Они очень красивые. Вообще, прям, мне кажется, их можно просто брать с собой, и никто даже не поймет, что это книжка. У них даже размер клатча или такой маленькой сумочки. Они мне очень нравятся. Они действительно очень красивые. И это просто потрясающий подарочный вариант. В общем, я влюблена в эти две книжки. Они мне очень нравятся. Они будут украшать мою полочку. И я очень рада, что они у меня теперь есть. И на этом, я думаю, стоит закругляться. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, вам было интересно, какие же новые книжки у меня появились. И также я хотела сказать огромное спасибо всем, кто поздравил меня с днем рождения. Ребята, это невероятно. Это так приятно. Вас было действительно так много. У меня, наверное, никогда такое количество народа не поздравляло с днем рождения. Мне очень приятно. Спасибо вам большое. Спасибо за теплые слова, за пожелания. После такого хочется снимать, что-то делать. И делать это намного лучше, чем делала до этого. Поэтому еще раз спасибо вам огромное. Вы замечательные. Также хотела напомнить, что до конца этой недели у меня проходит конкурс. Там я разыгрываю книжку Нила Геймана, Каролина. Поэтому, если вы хотите получить от меня книжку Каролина, то заходите по ссылочке где-нибудь на экране. Ссылочка также будет в описании. Ну или просто переходите в предыдущее видео и участвуйте. Мне это будет очень приятно. На этом все. Еще раз спасибо, что вы смотрите меня. И не забывайте, что книга все-таки лучший подарок. Пока!